Я знаю, что вот 7 февраля японцы, а это день северных территорий, ходят к российскому посольству с протестами. Скажи, пожалуйста, а в остальное время их этот вопрос вообще не интересует, что ли? Ну, во-первых, японцы люди дисциплинированные, традиционные. Положено 7 февраля, значит 7 февраля. Более того, ходят одни и те же люди. Это так называемые ультраправы организации. Я с ними встретилась, значит, естественно, мы на все лады поругались, но при этом сохранили хорошие отношения, в Японии это возможно. Для меня был полным шоком, что это были люди, которые показывали мне, что у них отрезаны пальцы. Пальцы они пилили, значит, я спросила, а зачем вы режете пальцы? Они говорят, пальцы мы режем в знак протеста против, значит, захвата не только ваших островов, но человек, который отрезал пальцы, он отрезал, потому что во время Второй мировой войны один из островов перешел Кореей. Он отрезал и послал, значит, почтой президенту Южной Кореи. Значит, это был такой знак протеста. Сидел, пилил человека. Говорю, под анестезией? Он говорит, да нет, сам пилил, сидел. Вот, значит, товарищи наблюдают его политический жест, это было все очень... То есть это совершенно... Вообще, когда смотришь, это такая бессмысленность, да. И я страшно сказала там, а что с Россией? Он говорит, понимаете, начали не жаловаться. Россия, во-первых, окружена кучей полиции, и вообще не с почты так хорошо там заблокировали. Они же нам пули раньше посылали там в конвертах. А тут, понимаешь, после того, как послали пули, почта тоже стала проходить проверку, пальцы уже не пошлешь. Потому что это проблема, понимаешь, у людей. Нельзя отрезать пальцы и послать в российское посольство. Потому что почта работает хорошо и блокирует это все на переднем, на начальном этапе, да. А полиция тоже это дело отслеживает. И даже прорваться нельзя и покричать, потому что там тоже очень много полиции. Вот, поэтому, поскольку это уязвимая точка, то поэтому российское посольство хранит очень хорошо. Вот они очень пожалованы на то, что никак не могут выразить свой протест с помощью вот такого физического воздействия. Слушай, а вот эти вот странные люди, которые таким образом... Ну, это ультаправы, официальные организации, партии. А, да, то есть это официальные? Более того, сначала даже депутаты, они даже есть депутаты среди них. Да, они участвуют в каких-то... Но они, правда, ультаправы не могут провести сейчас парламент, но они депутаты на местных уровнях. То есть это все серьезные люди. Слушай, ну, я для наших радиослушателей хочу напомнить, что цикл твоих материалов, который был посвящен как раз твоей поездке в Японию, уже вышел и в газете «Комсомольская правда», на сайте kp.ru, но и наши внимательные радиослушатели с ним, конечно, ознакомились. Вот, кстати, я, читая твои материалы, вдруг с удивлением узнала, что, оказывается, в Японии можно даже с мафией встретиться, что ты сделала. Даже с главой мафии. Я, кстати, с главой мафии. Он, правда, сейчас ушел на покой, потому что надо вступать в дорогу молодым, давать им возможность работать, как он мне выразился, понимаешь? Якудзо в Японии – это не совсем… это мафия, но не совсем мафия. Это, чтобы тебе немножко объяснить, это так… Это «ответственные люди» называется. Они отвечают за порядок. Во-первых, значит, они… Дружинники такие. Я бы даже сказала, да. У них есть вещи, которым благородно заниматься, которым неблагородно. Благородно заниматься там, ну, всякая ерунда. Там, значит, бизнес типа проституция, значит, потом азартные игры, что считается, как бы, есть человеческие слабости, да? Подожди, а это все не запрещено в Японии, да? Проституция разрешена, азартные игры… Нет, конечно, не разрешена. Просто как бы они этим занимаются, потому что проституцию ты куда-то уберешь. Нет. Есть же… а какие проблемы? Дело добровольное, что называется. Есть же масса и домов гииш, ну, гииши, там это другой вопрос. Есть масса домов, где вот эти хозяйки встречают, тебя развлекают, женщины-хостес, да? Откуда ты знаешь, кто с кем, чего, куда? Ты что, будешь это отслеживать? Конечно, нет. Поэтому это негласная проституция, стриптиз-бары, отели для любого свидания, азартные игры, подпольные различные и так далее. То есть это благородно. Воровать плохо, а вот коррупция плохо. А вот такие вещи, как естественные человеческие слабости, которые существуют испокон веков, азарт, любовь, секс и так далее, это все считается совершенно… наркотики, это все считается совершенно законным. Слушай, а мне интересно, а какие степени проверки ты прошла для того, чтобы… Никаких? …встретиться с… Абсолютно никаких. Во-первых, человек как бы уже сдал власть, во-вторых, его… Ну как, было просто… В Японии достаточно дать слово, а слово дал за меня мой друг, который разговаривает тайное общество, значит, общество… Ну, тайное общество звучит так громко. На самом деле, в Японии масса тайных обществ, которые… На самом деле, не тайные, естественно, просто это красиво так называется. Общество «Черного дракона», мы с ним, друзья, уже 30 лет, поэтому он просто позвонил, сказал, что моя подруга известная журналистка России, хочет с нами встретиться. Этого достаточно, чтобы… Это гарантия слова, никто тебя проверять ни на чём, ни на чём проверять. Потом он якудзу на покое, потом о нём все знают. Дело в том, что в Японии все организации, любой человек может делать всё, что хочет, вернее, болтать всё, что хочет, и вообще он зафиксирован в специальной книге, называется «Белая книга полицейского управления». Она выпускается раз в год, выходит в интернете, и ты можешь прочитать полностью обо всех террористических, подпольных, криминальных, и о организациях якудзи, об их составе, полный состав организации, пресс-офис, пресс-эташе, телефон, интернет-сайт и так далее. Всё это публикуется каждый год. Они все под контролем. До тех пор, пока никто из них, их ни на чём-то не поймали, они существуют, они все в курсе, никаких в этих вопросах нет. Подожди, а на чём их можно поймать? Вот поймали на конкретном преступлении, связанном с азартными играми. Вот реально взяли там, я не знаю как, на чём-то таком конкретном поймали человека, на убийстве не знаю, на чём-то ещё, на каких-то серьёзных вещах, или на проституции, на наркотиках, в чём-то поймали. Вот это реальное преступление, за него судят. А то, что ты член некой организации, это твои проблемы. Ты пока ничего не делаешь, ты за тобой наблюдают, ты под контролем. Это известный человек, которым я встречалась с бриллиантовой булавкой, очень большая бриллиантовая булавка. Ой, не в шикарном костюме. Вообще все это были люди солидные, в шикарных костюмах, все это были воспитанные люди, я бы сказала, уважаемые люди, но при этом политически настроенные, потому что Якути и ультраправые очень связаны. Вот они самые горячие сторонники того, чтобы у нас отобрать Курильские острова. И фактически они постоянно муссируют этот вопрос в японском обществе, помимо правительства, естественно. То есть они такие фанатики этого вопроса. И это не мешает Якути встречаться со мной, потому что... В чём проблема-то? Все мы люди уважаемые. За меня дали слово, поручили, что я порядочный человек. А потом ничего такого, о чём мы говорим? О политике. Слушай, а им-то что, собственно, от этого Курильского вопроса, от его разрешения в ту или иную сторону? Якути всегда была патриотической организацией. Дело в том, что, например, они были первыми, например, приезжали на пожар. Кто? Якути. Они помогали бедным людям исторически. Они были такие своего рода Рубингуды. Грабим богатых, частично передаём что-то бедным. Естественно, что Божья сейчас всегда у них в карманах. Но у японского народа в течение многих веков сложился какой-то такой образ, что Якути, она ещё и защитник бедных. Что если у тебя проблемы с чиновником-бюрократом, то ты можешь пойти к Якути, она тебя защитит от поборов и так далее. Это немножко не европейская мафия в том понимании. У них свой кодекс чести, за который дорого платят. Это вообще-то серьёзная вещь. И поэтому как бы всеми можно ими делать совершенно не то, что у нас бандиты с пистолетами в карманах. Нет, никакого это даже немыслимо представить. Это совершенно другие люди. Это категория, категория, да, своего рода такой, да, кодекс бандитской чести, да. Это воры в законе, вот, я тебе нашла формулировку. Это воры в законе, которые следуют своим совершенно правилам. Любой нарушивший правило будет уничтожен. Как бы это другое... Слушай, а какие вопросы ты с ним обговаривала? Мне просто интересно с этим. Нет, мы разговаривали только о Курильских островах. Мы ругались на эту тему очень бурно. Может, я была одна женщина, один из мужчин. Представляете себе, какой бурный диалог. Да, они сняли специальную комнату в каком-то ресторане, в котором мы могли обсудить, наконец, все вопросы Курильских островов. Естественно, что да. Но мы дрались не на жизнь, а на нас ведь, потому что я хорошо подкована по этому вопросу. И поэтому мне их легко ловить, потому что Японцы совершенно ничего не знают о вопросах Курильских островов. То, что им вбили в голову, то не вбили. Когда, например, стоит сразу, я говорю, минуточку, вот они начинают Симотский трактат, это 1855 год, если я не ошибаюсь, который Россия отдала Курилы Японии. Они вот на это обрадуют. А международный договор отменяет, как бы все войны отменяют международные договоры. Я говорю, минуточку, вы нас напали в 1904 году, а война отменяет любые международные договоры, которые существуют. Все, и вы у нас забрали, Южный Сахалин, и вы у нас забрали Курильские острова. Поэтому, они говорят, это была правильная война самураев, это была честная война. Я говорю, минуточку, вы нападаете без объявления войны и воруете у нас территорию. А мы в 1945 году все-таки объявили вам войну, успели объявить войну и успели денонсировать пакт о ненападении, пакт о неналитете, правильно, я неправильно сейчас назвала. Так что, в чем причина? Вы нас отобрали в 1905, а мы вас отобрали в 1945. И что-то как-то мы не возмущались в 1905, когда мы вам отдали половину Южного Сахалин, 50-я параллель, и отдали вам все Курилы. А вы почему-то возмущаетесь? А, это была правильная война, это неправильная война. А в школах дети даже не знают ничего о русско-японской войне 1904-1905 годов. Вообще ничего не знают, это большая проблема. Потому что они считают, что вот, если бы мы давали этот момент, им было бы это понятно, что был реванш. В Японии это так нормально, это можно вот быть фашистом? В себе, да, то есть во многих странах. То есть страна-агрессор, которая была суждена международным трибуналом. Был еще токийский трибунал, о нем, у нас очень мало людей об этом знают, не только Нюрнбергский, но и токийский трибунал, который судил японский ментаризм. Она страна-агрессор и так далее. При этом в Японии принято так, болтай, что хочешь, лишь бы ты ничего не делал. То есть всю твою болтовню отслеживают. Но болтать ты можешь вплоть до того, что призывать к терроризму, например, да, абсолютно люди. То есть я встретила с фашистами, которые на своих митингах распевают песни Муссолини. Муссолини вообще, кстати, неоднозначная фигура. Я много изучала его. То есть это немножко, конечно, от Гитлера сильно отличается. Потом хотят союзник Гитлера и так далее. Но это совершенно другая философия, другой подход. И вот они, очень большие сторонники Муссолини, поют все его гимны, там, Дженовецца, Кватон Дженовецца и так далее. Значит, юности. Это у них на всех этих митингах они приходят с повязками, там, ну, правда, не свастика, а там у них свой, там, знак. А в свободное время они все уважаемые люди, работающие в больших уважаемых компаниях, даже сглавляющих, знаешь. Поэтому это совершенно совместимо с принципами того, что по субботу и с кассинием, как бы, они фашисты. Вот. Но было интересно им поговорить о чем. Поначалу они распылялись про то, что, значит, мы, конечно, очень сожалеем, мы понимаем ваш гнев на Гитлера и вообще то, что вы потеряли 27 миллионов людей. Ну, типа, раз вы не могли себя сами защитить, значит, вы сами это виноваты. Ну, это такой принцип социального дарвинизма, то есть, если, как животный принцип, выживает сильнейший, ну, это принцип пашизма. Подождите, подождите, сразу хочется сказать, извините меня, чем закончилась Вторая мировая война, на секундочку, это значит, что кто слабая звенота в этой цепочке? Да, и вот в тот момент, когда я вам говорю про Курильские острова, меняется тут же одна танца, говорит. Я говорю, послушайте, согласно вашей теории, что побеждает сильнейший, как бы, все хорошо, мы победили, отобрали у вас Курильские острова, что бы вы там себе не думали, да. Вот факт такой, как сидите и молчите себе в тряпочку, потому что выживает сильнейший, не смогли себя защитить, не рассчитали свои силы, все, что вы тут поднимаете вопрос? И вдруг человек меняется в лицо и говорит, вы понимаете, согласно декларации, там, чего-то, там, да, бам, я начинаю хохотать, потому что для меня смешно. Я говорю, слушайте, давайте мы, вы только что мне сказали, что выживают сильнейшие, и что нация, которую они способны защитить, вообще ничего не стоит, и жалость это вообще что-то унижающее нацию. А тебе не про какие-то законы говорить, и про то, что вот Курилы когда-то были, принадлежали нам, и так далее. Потом понял, конечно, что он простоволосился, но он очень хорошо сказал, вот этот фашист, про такую важную вещь. Он сказал, нам не о чем говорить с Россией, пока мы являемся просто жалкой американской колонии. Это было правда. Вся страна эта, вата, все эти люди, скот, который только умеет жрать, смотреть комиксы, и застыл в состоянии скотском, это просто корова, которым нужен пастух. И поэтому говорить о чем-то, мы абсолютная колония. Как колония может разговаривать с другой страной о том, чтобы ей вернули какие-то острова? У нас нет ни сил, ни возможностей, мы сейчас вообще никто, мы позор. Вот когда мы сможем добиться независимости от Америки, сможем стать суверенной страной, вот тогда мы имеем право о чем-то вести диалог. А сейчас мы никто. И это был совершенно верный подход, потому что 153 военных объекта американских находятся на территории Японии. Более того, как он выражается, это его слова. Этих коров, этот скот. Скот счастливый, потому что ему еще есть что жевать, сказал он. А Япония настолько много любит жрать, что она производит 30% всех мировых пищевых отходов, Лена. Можете представить, сколько жилет одна страна? Она только и делает, что и ест. Она больше ничего не делает. Да, при этом они практически полностью зависят от импорта продуктов во многом. То есть они сейчас там, по-моему, 70% у них идет импорт продуктов. То есть он сказал, что это страна, которая привыкла только есть, ничего не знает, ничего не хочет знать. Я говорю, тогда в чем смысл ваших организаций? Он говорит, а смысл в том, что именно такие люди нужны для того, чтобы вернуться к фашизму, к милитаризму. Потому что такие люди, можно промыть мозги в один момент. Как любая вата, как любые коровы, жующие на лугу. Ты можешь им впить в уши все что угодно. Сейчас им американцы 70 лет впихивали в голову пацифизм. До этого, Олина, может, ты не знаешь такого факта, когда они проигрывали, по Pareto, что 100 миллионов человек хотели покончить собой. Вся нация хотела покончить собой. И это было настолько… То есть мы все должны быть… Это не просто камиказы какие-то отдельные исследования. А что да, мы все должны покончить собой, потому что это ну вот хотя бы там мужчины должны покончить собой, женщины, может быть, нет, а в後 от женщины не входит. В後 от мужчины должны покончить собой. И пришлось вмешиваться императору, принимать министру, заключать все эти акты капитуляции, потому что был страх того, что нация просто самоуничтожится. Ничего себе. Настолько, ну, настолько у них промыты были мозги, потому что они реально, вот если им в голову, они как механизмы, ты вкладываешь им в голову какую-то идею, если они ею проникаются, то вся нация болеет этим. То есть поэтому у них вот, что вот мне модно, важно, то, что им сказали медиа, это самое главное. Ну, подожди, но ведь... То есть они независимы... У нас миллион точек зрения, у них нет миллиона точек зрения, у них здесь одна. Скажи, пожалуйста, ну, еще один вопрос, о школе мы заговорили, да, ну, такой исторический экскурс небольшой, это действительно, я думаю, что не только мне сейчас довольно интересный факт преподнесла. Скажи, пожалуйста, вот меня лично интересует, а их не смущает в отношениях с американцами, ну, мягко говоря, не человеколюбивое отношение на определенном этапе американцев к японцам. Я сейчас говорю о Хиросиме и Нагасаки. Это для них тема сейчас вообще не возникает, что ли? Во-первых, половина населения об этом вообще ничего не знает, потому что в учебниках написано, что их бомбили союзники. А, конкретно какие союзники? Ну, они даже предположить не могут, что их могут бомбить добрые американцы, я имею в виду молодое поколение. Второй момент, они просто об этом не знают, молодое поколение. Естественно, все старшее поколение знает, но они мотивируют это так, что да, тогда это было так, мы проиграли, они победили. А то, что мы проиграли, вы выиграли, а вы проиграли, это не имеет значения? Не-не-не, Россия другой вопрос, там, в СССР другой вопрос. А вот американцы победили, поэтому мы с ними заключили мирный договор. Значит, раз мы проиграли, мы, значит, вот, подчиняемся им. И зато сейчас другая ситуация, они наш американский ядерный зонтик, который защищает нас от злых ядерных ракет, которые могут полететь с Китая, Японии, даже России. Поэтому мы живем под американским ядерным зонтиком. Ой, судя, из Северной Кореи, даже России. Они могут полететь, а вот нас сейчас закрывает американский ядерный зонтик. А то, что было в прошлом, то в прошлом даже на 20-м перевернули страницу, значит, там, а вот с России мы страницу не перевернули. Я, кстати, упрекнула в этом, когда мы сидели вместе со своими коллегами, это были люди очень высокого уровня в журналистике, я упрекнула в том, что именно они в этом виноваты, потому что они сыграли огромную роль в том, чтобы впихивать это в голову в течение 70 лет. И они согласились, что да, действительно, в истоках этого фанатизма кроется постоянно пропаганда медиа, которая просто не дает людям отдохнуть от этого вопроса и постоянно впихивает им в голову. И что все эти ожидания, они созданы медиа. А потом мы их поддержали благодаря Хрущеву, во-первых. Ну, Хрущев бы свой, как бы, свой проект. Почему Хрущев на это готов был идти? Не совсем уж зеленский дурачок. Готов был идти, потому что ему нужен был нейтралитет к Японии, как к Швейцарии. Условим было, что вы будете нейтральной страной. Никто не предлагал присоединиться к блоку в Ассоции государства и так далее. Или как Финляндия, Финляндия была нейтральной страной. У нас были отличные отношения. Помнишь, финские сапоги? Ну, так естественно. Советский Союз, да, это финские... Это финские сапоги. Дубленки, куртки, сапоги. Да, все было хорошо, потому что они взяли нейтральный статус. И мы добивались нейтрального статуса, а это было невозможно. И Америка этот вопрос закрыла. Это была полная ярость со стороны Хрущева. И что, когда в 1960 году Япония заключила договор, стратегический договор с Америкой, Америка полностью оккупировала Японию. Было стало ясно, что говорить ни о чем. Что для нас это просто стратегический вопрос, никакие острова они не получат. Вот. А то, что как бы... А с этого момента запало, понимаешь? Мы же начали этот разговор. Да, да. А не начал бы Хрущев, не было. А потом начал Шеварнадзе, а Ельцин что-то не подписал. Ельцин вообще пьяный, что-то не подписал. Мне рассказывали подробности этой встречи, что у него ручку в последний момент вырвали. Я не буду называть фамилии людей, которые-то рассказывали, кто вырвал у него ручку. У него вырвали ручку, потому что он был совершенно пьян. Ему подсунули бумаги, он должен был подписать. И ушли по тебе острова просто в легкую. Потому что что, острова там, да, ну, нет проблем. То есть мы первые, мы сами открыли ящик Пандоры, мы сами дураки. Мы им давали постоянную надежду. А когда есть надежда, как бы мы даем ее, естественно, что люди начинают думать. У Японцев совершенно четко, а почему бы нет? Вроде как они же согласны. Они же сами ведут переговоры о чем-то. О чем-то же не ведут. А зачем они сами переговариваются? Тоже вопрос. Значит, они все-таки хотят отдать? А вопрос, а зачем им хотят отдать, их уже не волнует. У Японцев очень прямолинейное мышление. У них нет никакой стратегии в отношении России. Вообще никакого, никакого проекта нет. Есть вопрос. Отдай я нам в острова, и мы заключим мирный договор. Вот все. Вот больше ничего у них нет в голове. Они даже не знают, что нам предложить. Понятно, что для большинства японцев, как мы выяснили, это отнюдь не тема номер один. Даш, но ведь если мы говорим все-таки о... Для элиты тема номер один, да. Да, для элиты, для представителей правящей партии. Ну, наверное... Любая правящая партия, она обязана говорить об этой теме. Это такой тренд. Что говорят те, кто, собственно, формирует эту политическую повестку в Японии? Вот их мнение. Ты спрашивала их вообще, зачем им это надо, и зачем, самое главное, зачем России это надо? Я все называла одинаковый совершенно вопрос. Крупнейшим политологам, крупнейшим русистам, политикам. Завала один и тот же вопрос. Объясните мне, вам понятно, зачем нужен мирный договор, вам нужны острова. А нам зачем это надо? Значит, у меня был очень такой спешный разговор с одним политологом. Он очень умный человек, но понятно, что говорить-то нечего. Он говорит, вы знаете, к вам в мире начнут относиться лучше. Я говорю, вы знаете, когда к нам в мире относится лучше, во время перестройки, и так нас хвалили, у нас разграбили всю страну, уволокли все, что можно, мы жили в нищете и в бедности, зато нас не сходительно хвалили во всех западных газетах за демократию и свободу. Поэтому вывод простой. Чем хуже о нас в мире говорят, тем лучше у нас идут дела. Поэтому нам как-то хорошее мнение, но ничего, что значит хорошее мнение о вас? Потом я говорю, а почему оно будет у нас хорошее? Ну как же так, сказал он мне? Это же Россия же должна соблюдать международное право? Я говорю, секунду. Международное право, что вы имеете в виду? Это с вашей точки зрения. Международное право, мы должны вам отдачить острова. А итоги Второй мировой войны, согласно Уставу ООН, они не пересматриваются. Более того, Устав ООН 1945 года предполагает изъятие стран территории агрессоров. То есть, извините, какое международное право? Мы все по международному праву сделали. У нас будет договор, мы все сделали как надо. Какие вопросы к нам? Он сказал, ну, это же нужно как-то уважать, мы считаем, что там... Потом последняя фраза была, мы дадим вам безвизовый режим. Это просто какой-то позор. Знаешь, как будто мы какие-то собаки, которым кость бросают. А вам не нужен безвизовый режим с нами? Вы не хотите с нами ездить, сотрудничать? То есть, это как бы подарок нам, а вам это не подарок безвизовый режим. А то, что у нас безвизовый режим 129 стран. Более того, сейчас виза в Японию гораздо легче получается. Это что, я ездила, помню, лет 15 назад, чтобы въехать в Японию, нужно было найти покровителя и спонсора, и как человека, отвечающего всем своим налоговым имуществом за мою поездку. Батюшки. Да, это было так. То есть, это называется как бы... Это человек, который берет на себя ответственность полностью за тебя, за твою жизнь, за все. И идет налоговую, приносит бумажку из налоговой. Это был кошмар. То есть, первый визит был такой. Мне визу делали месяц, нашли человека, уважаемого, который пошел, сдал все бумаги в налоговую полицию, который меня в глаза не видел вообще. И просто попросил его. В Японии есть только понятие «до к другу, к другу, к другой по цепочке». И он меня видел один раз, встретил, бедный человек, бегал, собрал бумажки, потому что друг друга надо сделать. Сейчас свою визу делается довольно просто. И как бы это не проблема сделать японскую визу. Какого черта продавать же государственные интересы австрова за какую-то безвизовую бумажку? Да, ну, это смешно, конечно. Дальше, значит, дальше больше. Другие люди, значит, более радикальные, журналисты. Сталин захватил Курилу, значит, государственное преступление. А государственное преступление может быть исправлено только если возвратишься к статусу КО, то есть к исходной оппозиции. Тут я бы, конечно, могла взорваться, я бы просто сказала, а зачем? Это вы считаете, что государственное преступление, нам это совершенно неинтересно. В общем, вы, русские люди, не знаете правды, вы тоже не знаете правды. Вы, значит, вы украли эти острова в момент нашей слабости, у нас же был пакт о ненападении. Говорю, вы нас не пригласили, самое смешное для меня было, когда вы нас не пригласили на Ялтинскую конференцию. Да, Лена, смешно, правда, да? Сидят воюющие страны, да? Слушай, ну это уже, ну просто так, гражданно. Есть три союзника, значит, Англия, Америка, Россия. Есть три врага союзника. Италия, значит, ну еще включая, там, Германию, там, включая, Румынию, дальше Германия, значит, там, Япония, там еще масса других союзников. И как-то странно идет война, и мы вдруг не приглашаем их на секретную конференцию по поводу того, как мы воюем с нашими врагами. Говорит, поэтому мы Ялтинскую конференцию, сказал, мы не признаем. Устав, он, мы признаем, а конференцию мы не признаем. То есть это, знаешь, уже абсурд. Говорю, минуточку. Ну тогда Устав, да. С какой стороны баррикад были в тот момент, просто хочу спросить. Да, да, да. И когда я ему говорю, что Устав ООН предполагает изъятие территории, да там четко указано территории стран-агрессоров. Он говорит, ну мы, он говорит, а мы свою территорию никак не расширили, сказал он. Я, пида, у меня было такое лицо, как у тебя сейчас. Я говорю, секунду, так вы и есть страна-агрессор, признанная токийским трибуналом. И вы подписали акт о капитуляции, который прекратил даже ваше суверенное право. Вы утратили суверенитет страны и полностью перешли под подчинение власть трехсоюзных государств-победителей. Более того, кстати, нам полагался остров Хоккайдо. Дело в том, что Рузвельт с Рузвельтом Сталина были приговоры о том, что мы получаем остров Хоккайдо и половина острова Хансю. Если вы получите на карте, то это половина Японии. Это все до половины Японии. Но, как говорят, Рузвельт, которому очень хорошо относился к Сталину, его убили. Есть подтверждение, что его убили. Он умер очень не вовремя. В кассе пришел Трумэн, который ненавидел Сталина. И был огромный скандал, потому что мы получили только четыре острова и Сахалин. Обратная часть Сахалина и четыре острова. А вообще нам полагалось, что половина Японии должна была быть вариант Южной и Северной Кореи. Половина должна была перейти полностью под наш владение. Но поскольку мы уже устали воевать, и было нам не до того, и уже надо было страну отстраивать, и воевать в США было уже совершенно глупо, то Трумэн стал жестко. Никакого Хоккайдо, никакого Хансю. А, кстати, я всегда говорю японцам, вы так сильно хотите Курильские острова, только почему-то ваша Хоккайдо абсолютно пустая. Потому что климат на Хоккайдо холодный, а на Хоккайдо все еще холоднее. И при этом у них на Хоккайдо никого нет. Они сильно мне говорят, ну, у вас же такая большая земля, вам чего жалко эти четыре острова? Нормально? Вы такие богатые, вам чего жалко эти четыре острова? Это вот такая логика, ты говоришь, с серьезными людьми. Слушай, ну это действительно за гранью уже, понимаешь? Да. Аргументы просто... Аргументы были настолько жалкие, что люди сами понимали, что аргументы жалкие, не о чем говорить. Зачем нам вам отдавать острова? То есть, проще говоря, ответить на этот вопрос внятно, ни один... Ни один человек мне не смог. Зачем нам отдавать острова? Более того, я разговаривала с известным комментатором японского телевидения, я могу сейчас иметь Мишикава, и чей, забыла, сложный мне с японскими именами, который мне сказал, мы друг друга уже как бы не перво встречаемся, он сказал, честно говоря, я не понимаю, зачем вообще не Япония, а России мирный договор. Состояния войны нет, оно должно прекращено, дипломатически прекращено. Дипломатические посольства, консульства, все работает. Конечно. Люди ездят туда-сюда, включая туристов. У нас общий проект. У нас просто нет зафиксированной границы. Зачем россиянам нужен мирный договор, спрашивает меня японец. Я этого сказала, не понимаю. Вот представь себе, а что я ему могу сказать, да, я русская, объяснить ему, а зачем нам нужен мирный договор? Он говорит, он вам ничего не несет. Если бы это был бы стратегический, всеобъемлющий договор о военных отношениях, экономических отношениях, обо всем, 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 все включая, тогда бы был бы смысл. А тут, говорит, японец говорит, я не понимаю, зачем вам это нужно. Вот это, кстати, очень любопытный вопрос. У меня есть свои ответы, но мне нет доказательств, чтобы озвучить их сейчас в студии. Хорошо, но в таком случае давай вспомним, что и, собственно, сама Япония сейчас уже начала как-то метаться между своими репликами о том, что мы будем, если вдруг гипотетически представить, что Курилы становятся японскими, будем использовать их только в мирных целях, и вдруг вот буквально там несколько недель назад проскочила информация о том, что якобы они уже вроде как и не прочь предоставить американцам там возможность размещения каких-то их объектов. Да они вообще не имеют права ничего говорить об этом. Ты понимаешь, а вот это недавнее, когда Сергей Иванов посетил, извините меня... Нет, это нормальная реакция, это они каждый раз, у них такая... Это знаешь, как кнопку включил? То есть как только кто-нибудь из чиновников приезжает на Курилевские острова, они обязаны сказать, что мы протестуем. Это... А, то есть это нормально, да? Ну, это 150 лет длится, да что это? Серьезно? Да. Это как-то глупо выглядит, понимаешь? Да, просто такая нормальная реакция. Вопрос в другом. Они угодят все, что хотят. У них есть договор 60-го года с американцами. Американцы имеют право разместить базу в любом месте, в котором они хотят. Потому что все, что они болтают про то, что это будут якобы мирные острова, это все чушь собачья. Они никто, как правильно говорят их же собственные японские фашисты, нас мы никто, нас никак, и никакие переговоры мы вести не можем, потому что мы колония. Точка. А с колонией не разговаривают. Почему мы разговариваем с колонией, я не понимаю. Для меня это вопрос. Более того, постоянно, когда начинаешь говорить там, я разговариваю даже с депутатом в парламенте из партии АПЕ, когда я говорю, простите, я понимаю, что вы собачку Путину подарили. Хорошая собачка, но просто как бы это что, борзыми щенками отделаться? Я не понимаю. Вы хотите какие-то два острова, да? Вы нам собачки будете дарить? То есть как бы я даже не вижу предмета для торга. Я понимаю бы, что если бы там Япония выступила с каким-то всеобъемлющим соглашением, что дорогая, любимая Россия, мы всегда так обожаем, что сил нет. Очень хотим с вами дружить, значит, там. Хотим вам во всем помочь. Вот нам бы уладить какой-то там маленький конфликт с островами, и мы вам за это, да. Вот я сейчас спрошу, а что как бы элементарно? Ну вот торг совершенно, они говорят, торг неуместен, потому что это оскорбляет японскую честь. Честь? Да. Потому что, кстати, они в этом отношении куда более строги, чем мы. Японцы не могут покупать за деньги или что-то делать, чтобы получить территорию, потому что это наша исконная японская земля. Но на память приходят и нашим радиослушателям, и вот у меня некий прецедент, связанный с границей с Китаем, где, как мы помним, некая часть российской территории отошла. Вроде солидно отошла, да. Объясняю. Ну, во-первых, было сделано все тихо, и в тот момент, когда реально начались 2000-е годы, когда народ только-только привел дух после ужаса 90-х, вроде бы на улицах не стреляют, деньги появились. Ну, скажем так, это было золотое время, да, вот 10 лет золотого времени. Когда был заключен, скажем так, ну, негласный пакт между населением и правительством. Вы делаете, что хотите, только нас не трогайте, а у нас тут все хорошо, зарплаты пошли, да, деньги пошли, нефтяной баррель растет, и все хорошо. В этот момент это все было очень быстро сделано, как-то в какой-то момент люди вообще устали от политики, не так ее нажрались, эта политика, в 90-е годы, что пошло дикое отвращение к любому политическому вопросу. Была абсолютно аполитичная масса людей. В какой-то момент мы потеряли свой, ну, вообще-то присущий русским инстинкт нашей страсти к политике вообще. Да, вот Гондурас нас беспокоит, да. А тут, блин, вообще и Гондурасами не интересовались, и Россией не интересовались, ничем не интересовались. Дайте нам пожить, потому что мы никогда не жили. И вот это десятилетие как раз попало, вот этот китайско-российский вопрос, оно попало, и вот поделили, и нас не спросили, и мы даже не возмущались, потому что нам многие даже не знали, и до сих пор не знают. Но объясню все-таки разницу. У нас огромная граница с Казахстаном и с Китаем. С Китаем почти там 9 тысяч километров, если не ошибаюсь. Могу ошибиться. Самая длинная. Я тебе скажу другое. Китайские националисты крайне недовольны этим договором. Они его ненавидят и считают, что их ограбили. Мы считаем, что нас ограбили. Тут недовольны все. И там есть исторические факты, которые, в принципе, я много читала по истории этого, начиная с Нерчинского договора, там есть, кто может апеллировать одним, другой апеллировать другим. Есть как бы на чем ругаться, да? Спорный вопрос. И нам всем было важно. Китаю, вот в Китае мне абсолютно честно сказали, что нам было важно иметь тыл. А без границы тыла нет. Потому что прекрасно понимали, что ждут их впереди серьезные войны. И Америка, и захват Азии, и так далее, и так далее. А чтобы иметь тыл, нужно договориться с Россией. А самая большая граница с Россией. Потому что чтобы нам уж тут с этой страны не напали. Россия была тоже самое важное. Иметь такую длинную границу, иметь ее определенной. Тем более страна была еще очень слабая в те годы. Это тоже смертельно опасно. Потому что начали нас уже давить. Как только мы начали пониматься, начали давить. Потому что нужна была эта граница, смертельно нужна. Всем нужна граница. И той, и другой стороне. В другой стороне можно было торговаться, но проторговались плохо. Далее, когда няпонцы говорят, вот вы же Китаю отдали. Я им говорю, простите, а в эти острова и есть сама граница. Она стратегически важна именно вот этими камнями. Потому что эти камни, хабамай, это же просто камни. Хотя там, почему-то 20 остров хабамая входят, если не ошибаюсь. Одни хабамай-то там. Это и есть наша стратегически военная граница, которая нам гарантирует Охотское море, его полную, значит, которая принадлежит нам. И плюс оно гарантирует нам безопасность. Поэтому мы двигаться с этого не можем. И два незамерзающих пролива, пролив Филиза, пролив Екатерины. Вот поэтому этот вопрос вообще не может быть никаких. Если есть вопрос... Это и есть та самая граница, которая уже состоит насмерть. Потому что, и тем более, что вы не независимая страна. Другой ситуации у нас нет. Более того, у нас, кстати, один из островов очень сильно выпрашивали американцы во время войны. Ой, если я не ошибаюсь, нет, не Ируп. Какой-то выпрашивали американцам, может, им нужен был аэродром. Там или что был аэродром, но мы не отдали. Когда был шторг тоже между союзниками, какой там можно... Было понятно, что гильда должна быть остаться нашей. Гильда закрывает сразу нам море, и мы её можем контролировать. Поэтому у нас вопрос о границе не стоит. Потом, когда люди начинают говорить, когда японцы начинают говорить, мы, да мы, да туда, всё это наша территория. Говорю, секунду, территория бородатых айнов. Там реально же бородатые айны. Причем они жили на Сахалине до последнего времени, называли себя то ивенками, то чукчами, то кем угодно. Они хотели уезжать с России. То есть какие-то из них остались. Это реальная территория бородатых айнов, которые по-японски не говорили. Язык абсолютно разный. И я даже слушала какие-то... Мне даже показывали там танец птичек японских. Знаешь, такие килограммов 600 женщины танцуют. Да, танец птичек, что-то ещё. Да, танец бородатых айнов, да. Это всё совершенно к японии не имеет никакого отношения. Совершенно другая нация. Просто вопрос в том, что в тот момент... Извините, там уже голландцам их отдать. Первый был голландец Фриз, который пришёл на... И открыл прорезь Фриза. Они же не претендуют, да. Кто первый успел, кто в той тапке. Знаешь, кто первый успел, кто в той тапке. Ходили все. Да, пришёл начальник голландец, потом пришли японцы. Но они их не обживали. Да, да. Это было тоже... Мы пропадали мимо, кресты забили. Сказали, всех крестим. Будьте платить там... Язык нам. Приправили японцу, сказали, не будьте нам платить там. И так далее. А протационы вообще-то были ни при чём. Им это какие-то странные люди, которые проплывают на лодках. То туда, то сюда. То с России, то с Японии. То все требуют... Даже американцы туда нацеливались, да. Тоже близко. То есть как бы у всех были свои интересы. А бедные люди сидели там и вообще как бы это мало волновало. Мы даже крестили один из островов там, например, на Кунашире. И там и крещённых было много в своё время. Только где они теперь уже, никто не знает. Это был 19 век. Так что говорить о том, что чьи-то острова, якобы японская территория, это всё бред. И сами японцы мне чётко говорят, нам земля не нужна, нужна рыба. Ага. Потому что не сильно... То есть в военное время они их хорошо осваивали, потому что для них это были... Они там построили базы сильные, и укрепления, и гарнизоны, и сопутствующий состав. Но это было не освоение, а именно вот как военная территория, с которой мы их потом выдурили. Значит, вот, по закону. Да, действительно, мы подписали этот Симонский Тартарк, который уже объяснила, 1855 года, который передавал им острова в обмен на дружеские отношения и прочее, прочее. Но они его нарушили, потому что они напали на нас. В 1905 году потопили наш флот. В 1904, там, сори, потопили наш флот, отобрали Южный Сахарин и так далее. А потом мы напали на них. Но мы напали на них, потому что мы признана страна-агрессор, и у нас была договорённость с нашими союзниками. Но начинаются крики. Ага, а вот же пакт о ненападении. Да, действительно, мы закручиваем пакт о ненападении. Почему? Ну, как верно сказал мне один японский профессор, мы с вами аж четыре раза воевали в 20 веке. Ты в курсе, что мы четыре раза воевали? Нет. Хорошо, рассказываю. Мы воевали, русско-японская война. Ну, это да, это понятно. Дальше. Японская интервенция в Дальнем Востоке и Сахалине, 1920-1925 год. Так, да, тоже понятно. Они захватили, вот они шли с Приморья, они захватили ещё, им полагалось только Южный Сахалин, они захватили Северный Сахалин. Угу. Полностью. Они пять лет там сидели. Потом, кстати, выгнали их даже не столько советская власть, которая далеко была ехать. Помнишь фильм «Начальник Чикотки»? Вот я как раз. Да, далеко было ехать страшно. А выдавили их Сахалину, если честно говоря, американцы. Американцы уже понимали, что Япония – это растущий конкурент в Азии. А Азию не считали своей территорией. Всё, что Тихий океан, это наш. Ну, это совершенно верно, что они тоже сидят на Тихом океане. Им нужно выдавить было конкурентов. И они, японцев, быстро выпихнули. Но выпихнули о них, значит, они сказали, что мы уйдём только под соусом таким, что вы нам даёте ваши нефтяные угольные концессии 50 на 50 процентов в шахманном порядке. И мы договорились с ними об этом. И поэтому, когда японцы, мне начинают творить про то, что, типа, какие мы подыть рамп-арамы, и что мы, значит, были пакты о нейтралитезе, вдруг не помогали, до 1944 года наши суда поставляли мне нефть, хотя это были противники наших союзников. Шла нефть Сахалина в Японию, а нефть, это понимаешь, что это всё, это флот, это работа целой страны. До 1944 года. Зачем было на нас нападать? Более того, пакт страшно был нужен обеим сторонам. Япония планировала напасть на США. Пакт нейтралитетия, опять повторяю, все время я ошибаюсь. Пакт нейтралитетия. Япония хотела напасть на США. И им нужен был каучук, это резина, резина была самая главная тогда, и нефть. И воевать, извините, зимой в шапках-ушанках непонятно где, они холод не пыльносят вообще. Или воевать в майках и трусах на Пёрл-Харбор и прочие дела. Это куда легче, чем, учитывая их способности, понимаешь, чем воевать в России. Им нужно было США, а не мы. Им нужно было Азию подмять. И они подмяли Корею, Манджулию, Китай полностью. Они подмяли, значит, Пёрл-Харбор разбомбили фон. То есть они взяли полностью Азию под свой контроль. Нужна была Азия. А мы их мало интересовали. Им нужно было, чтобы им не ударили в спину. И нам нужно было, чтобы нам не ударили в спину, потому что мы знали, что будет война с Германией. Поэтому пакт нейтралитета был абсолютно взаимовыгоден. Поэтому они сколько нитериндят про то, что вы его нарушили. Мы его денонсировали перед тем, как напасть. Это был, если не ошибаюсь, апрель 1945-го. И мы выступили у нас. Говорят, а есть конфликт интересов, конфликт обязательств? Перед А и Б. Мы были А, значит, американцы Б. Я говорю, а есть конфликт интересов в том, что кто важнее, союзник важнее. А вы, извините, были союзниками нашего врага. Выхода не было. Тут наоборот. Конфликт А и Б – это конфликт между первыми обязательствами перед союзником. Так что тут всё как бы по-честному. А договор был, извините, ещё Хоккайдо нам должны. Вот я хочу, чтобы у нас в России был день Хоккайдо. И мы бы каждый раз ходили к японскому посольству, плакали, ставили бы там венки, закидывали камнями, и кричали, где наш Хоккайдо, который вы нам должны и не отдали. Но поскольку наша почта работает хорошо, то пальцы мы отрезать не будем. Дима, вообще зачем нам пальцы отрезать? Они пригодятся, они нам пригодятся. Это абсолютно точно.